Злоумышленники опустошали дачные домики, расположенные на территории двух СНТ близ села Александровка. На счету задержанных не менее двух десятков дачных краж. Они похищали еду и электроинструменты. Был у мужчин и особый профессиональный кодекс этики. Домовладение вы как выбирали? По какому принципу? Чтобы меньше вреда, навредить дачному домику. И в этом нелегком деле мужчине помогал его 19-летний сын. Ваша роль в этих походах какая? Помочь отцу. Не пытались отца отговорить? Нет. Вообще не пытались? Понятно. То есть считаете, что это нормально все, то, что происходило? Нет, это ненормально. Неподалеку от дачного поселка в тоннеле под железнодорожным полотном злоумышленниками был оборудован тайник, в котором хранились орудия взлома. Ну, когда, когда первый раз я с собой брал, потом я уже сюда плал и отсюда уже... Ну, чтобы с собой не таскать, чтобы не привлекать внимание, правильно? Да. Дачнику со стажем Владимиру Смирнову повезло чуть больше остальных потерпевших. Деликатные воры аккуратно взломали окно на первом этаже, но ничего особо ценного, кроме ящика со столовыми приборами, не нашли. А все потому, что хозяин дачи, наученный горьким опытом, все ценные вещи и инвентарь до начала сезона вывозит и хранит в более надежном месте. Он советует всем поступать так же. В настоящее время установлена причастность подозреваемых к совершению 23 краж из дачных домовладений. По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемым может грозить до 6 лет лишения свободы. Денис Желтов, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов. Денис Желтов.